Всем привет, ребятки! Утро доброе! Вон собаки, она знает, что надо туда бежать, потому что завтрак там будет, и вдруг что-нибудь дадут, вдруг что-нибудь перепадет. Ребят, на завтрак вот такие бутерброды, мощные, классные. Это куриное филе, я себе посыпала еще приправкой. Такие бутербродики и огурчики. Все. Солнышка нет, печально. Класс, и ты тоже идешь с нами, да? Вдруг мама что-то уронит, что-то даст. Собачки. Ребятки, я уже с утренца наварила борщичок, сейчас он еще раз закипит, и готово. С фасолью, видите, домашний лучок, морковка, свекла, помидоры, немножко аджички добавила, картошка своя с огорода. Все, кроме капусты, получается. Вот так все свое. Прикольно. Ой, что-то я в камеру смотрю и разогнала сильно. Все. Красивенный. Можно зелени еще добавить. Супер. Хотя я не очень борщ люблю, но я могу борщ вот поесть. Так, сейчас переключу немножко потише. Могу поесть, вот когда только он сварен, свежачок, я могу съесть тарелку. На следующий день, когда он настоялся, я борщ не люблю. Хотя говорят, ну, я знаю, борщ на следующий день еще вкуснее, но настаиваются там все дела, а я вот не люблю. Кстати, у меня сегодня травма. Ребята, шинковала капусту и уже заканчиваю, у меня там йод и все на свете. Он руку испачкал в йоде. Вот. Уже последнюю капусту шинкую, а нож нато, я ж нож наточила, поняли? Я такая, хрят! Ой, думаю, что-то не то, это не капуста. И мочку пальца только так, чик. Ну, не могла кровь установить. Перекись не нашла, йодом залила, нашла лейкопластырь. Та, блин, все обыскала, где-то был медицинский клей, им очень удобно, заклеила и все, можно и посуду мыть и так далее. Там лейкопластырь я заклеила, а нашла, say, на палечник, но вода все равно туда попадает. Короче, муж сегодня будет в городе, купит обязательно медицинский клей, классная штука. Там он где-то есть, я все обыскала, не могу найти, представляете? Он должен быть в хозяйстве, такая штука нужна. Ой, красивый, яркий, да? Красивый, яркий борщичок. Все, минуты две-три покипит и вырубаю. А я сегодня собралась, ребята, косить, убирать в саду и цитокотравму. Печалька! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 нафига себе коса торчит пилка где дело я увидел что видит пилку куда я делаю мою господи рядом лежит я не вижу хоть бы кто-то подсказал попробовать спилить торчат пенечки еще муравьи муравей попала конечно бы граблями сначала пройти какая-то колючка растет веревка ухты мелкие она плохо пилит в основном крупные лучше мелкие она рикошетит мне пишет юля выкапывая лопата ребята вы знаете сколько раз я здесь попала лопатой очень много ребят очень много раз без толку все без толку так еще сразу с этой стороны сделаю ухты лучше секатором сейчас я унесу все а потом я вечером газонокосилку врублю проедусь по этому участку и все ребят на самом деле этих вонючки растут через каждые 10 сантиметров это же я большие убираю а мелких знаете сколько через каждые сантиметров 10 мелкие щас не убираю они скосятся газонокосилкой а это паук поехали дальше ребят продолжать продолжать секатить вон еще большая торчит ну тут уже более-менее надо туда дальше залазить под яблоня ну тут уже более-менее ну тут уже более-менее Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я закончила, ребята, закончила. Вот тут только надо вручную. Сейчас, подождите, калитку закрою. Вот тут только вручную порвать надо. Вот там, смотри, перчатка валяется, яблоки валяются. Оно все, ну, короче, это вручную. И труба тут, я боюсь ее повредить. Вот так все везде выкосила. Цветочки, петушки, ирисы эти частично посрывала, повырывала те, что на земле, в принципе, лежат. Но они отрастут потом. Вот тут я не прошлась косилкой. Тут, если присмотреться, ребята, растет лучок. Тут надо взять, одеть перчатки. Да, блин, у меня палец еще этот. Одеть перчатки и вокруг так порвать, порвать, чтобы его он у вас выводить, короче, от этого всего. Поняли? Вот так вручную надо. Вон вонючка, видите, растет. Ну, короче, оставила тут лук. Вон, смотрите, ряд. А, вон там он аж. Пошел, 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 пошел. И вот здесь вот рядочек петрушки я оставила. Думаю, пусть будет вдоль дорожки чуть-чуть петрушки. А так все. Цветы подвязать надо. Они... Пропустила вонючку. Смотрите. Смотрите, вон. А как я так? А, я вообще этот кустик пропустила. А там вонючки есть. Вот, блин, зараза. Ладно, сейчас я сделаю. Вот она осталась. Из куста прям, я не заметила. А так все, выкосила. Траву я не собираю. Я не собираю есть, надевается на мою газонокосилку. Короб сверху для сбора травы я не собираю. Ребята, она вся перемалывается. Через дня два-три высохнет. Можно грабельку. Ну, смотрите, я тут вот косила, ничего не собирала. Ее и не видно. Она засыхает и в землю уходит. Короче. Ну, вообще, вот здесь грабельками я пройдусь, потому что есть мелкие, ой, крупные вот такие запчасти. Видите? Всякие такие ветки, палки. Я грабельками пройдусь через день-два. Все. Вот такая куча у меня получилась. Вот эти пионы вы мне напишите. Юля, зачем ты так прям руками посрывала, посрывала? А, ребята, оно наращивает. Смотрите, видите, молоденькие наращивают. Они сейчас быстро в рост пойдут. Вот. Поэтому я не щадя все старые. Начало с секатором начала, а потом не, вручную. Вот. И они, видите, молоденькие. Вот они растут. Они сейчас, так как старые, теперь с них энергию не вытягивают. Они нормально будут. Поэтому я их оборвала. Вот эти еще надо точно так же сделать. И вот этот тоже. Вот. Тут все покошено, видите, хорошо. Вот такая куча у меня получилась. Осталась еще вот там вот, по забору. Вон, видите, вонючки. Ну и там. Я же ждала. Там большие. Я же все ждала, этот секатор. Потому что ручным тяжело. Ну ничего. Все, смотрите, и кусты нарисовались. Этой смородины. Вот. А эти цветы надо сделать им какие-то, чтобы они вот так стояли. Деревце молоденькое вот у меня растет. Да, они некрасиво выглядят. Эти вообще что-то не цветут. Не, они будут просто попозже. Короче, до кучи их собрать надо. Вот эти тоже не цветут. Посмотрите, какие высокие, ребята. Они мне по, по этот, до лоба. По уровню лба. Представьте, высокие. Они падать будут. Надо что-то, хоть к дереву этот куст привязать. Не знаю. Так, все. Косилка. В гараж надо ее. Красивые у меня сапожки. Видели, да, желтые? По прошлый раз косила в огородных чунях. Танут полные травы, уж помните. Какие они были ужасные. Так, блин, а ее ж почистить надо. Куда я ее в гараж повезу? Я тут оставлю. Со мной муж этим занимается. Будет чистить ее. Потом, вон, бачь, ты что? Надо почистить. Трава забилась. Ну, такое. Колеса почистить. Ладно. Выходи, Альма. Давай, 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 давай. Фу, что-то жарко. Что-то жарко. Так, ну все, уже более-менее. Я так надеюсь, что это осенний, последний покос. Я больше не хочу. Тут тяжело, потому что низкие деревья. Я башкой цепляюсь везде. Ты в полусогнутом состоянии. С этой косилкой согнутая. Ну, то есть, тут такие дебри. Тут, ну, неудобно ходить, короче. А, и еще осталось вот эту вонючку. Вонючку стекать, что я нашла. И вот тут, под забором, тоже. Вот, вонючка высокая растет. Вот тут вручную тоже секота. Вот, а насчет вот этого участка, я вам говорила, что я аж уже глубокой осенью, когда мы убираем на зиму этот стол, вот этот Майдадыр, когда мы это все уберем на хранение куда-то в гараж, вот, тогда я здесь зачищаю все. То есть, попозже. А я же этот самый, жду мужа на обед. Что-то уже начало третьего, его все нет и нет, и нет, и нет. Поесть виноградик, что ли? Маленький какой-то сорвать. Какой на меня смотрит? Никакой. Господи. Альмуша, пошли. Виноградик. Пообедаю. Ой, мне еще надо посуду домыть. Немножко осталось. Сегодня шикарная погода, шикарный день. Ребят, пошлите туда. Муж мне в городе должен купить медицинский клей. Боже, распатланная, капец. Медицинский клей. Ну, поправьте меня за ухо, ну. Что там, есть кто-то на огороде или нет? Я тихо разговариваю, потому что там рядом на крыше сосед крышу делает. Никого. Знаете, что? Нам уже полтретьего обед. Слушайте, жара. Вот тут тоже надо будет вот все бокалушки. Тут я, видите, выкосила все. А, эти ирисы тоже надо так же сделать. А вон вонючка осталась. Ну, короче, тут чисто по вонючкам пройтись. Здесь, вот. А так все, смотрите, покосило. Как хорошо. Чтоб потом удобно было листочки тут грести. Будем сгребать листочки и в огород выбрасывать. Вот, смотрите. Чем только не пшикало. Что мне только в магазине не советовали. Смотрите. Хана. А у меня такое ощущение, я что-то начала, чем больше опрыскивать, тем больше вот такая фигня. Представляете? Посмотрите. Короче, погибает оно. Я уже и фотку в магазине показывала. Блин, забыла я название препарата, который последний дали. Я запшикала так, что мама, не горюй. И, кстати, после моего обильного пшикания эта ветка начала усыхать. Ну, может, совпадение. Конечно. Жалко. Там рядом вишня. То есть, слава богу, нормально все. Но она может передаться, я не знаю. А, уже тоже есть, ребят. Смотрите. Смотрите. А я это не пшикала. Причем нижние ветки две. В такой фигне. Вот одна. Ну, видите, смола. Одна. И вот вторая в смоле. А дальше нету. Чисто. Видите? Чисто, чисто. Чисто. Может, эти две ветки нафиг рубануть? А? Офигеть. Это какая-то болячка. Все вишни погибают. Так он ничего не получает. Ну, черешня давно в такой штуке. Одна штука вон погибла вишня. Тоже изначально такое было. Ну, мы когда купили участок, они уже были в смоле, но не до такой степени. Простите, я тут вам чавкаю. Ну, а что? А что делать? Жалко, блин. Ладно, давайте я его положу, чтобы у некоторых будет нервный тик. Нервный тик. Этот. После того, как нам перепашут огород, нам перепашут, получается... Ай, блин. Вот первый ряд деревьев, вот второй ряд, вон третий. Вот от третьего рядочка нам перепашут до первого столба. И мы посадим там четыре дерева еще ряд. И из них надо штуки три вишни. А то и все четыре. Что у нас получается, если эти две деревья погибнут, то все, мы без вишни. Больше нет. Ну, в огороде, фу-фу-фу-фу, деревья очень хорошо себя чувствуют. Это отличие от этого участка. Все болеют. Тут вообще пустырь. Не можем сюда деревья толком сажать. Гибнут и все. Ой, господи. Ну, что, еще раз сфоткаю эту смолу. Вон она аж блестит на солнце. Еще раз сфоткаю. Пойду уже в другой магазин. Покажу фотку. Хай, еще что-то дают. Ну, попытка не пытка. Уже, блин, сколько денег выкинула на него. А что-то этот самый. Легче, наверное, его спилить. Да и все. Это жалко. Вишню-то она дает. В этом году урожай-то с нее собрали. Ну, ведерко где-то собрали. Печально, обидно. Так, пойти попить водицы. Все, ребята, наконец-то муж приехал. Сейчас будем обедать. Сейчас нарежу сало. У нас же борщ. Так, что тут по покупкам, которые ко мне приехали? Хлеб белый, два черных. Это мясо для запекания. Должна быть шея. Какой-то длинный такой кусок. Ну, короче, тут, наверное, больше килограмма. Вот, не знаю, почем. А вот этот чек может оттуда. Сейчас посмотрю. Вот, и медицинский клей мне купил. Только он не в тюбике, как я привыкла, а он, ну, сказали, что еще лучше. Так, ага. Шея. 220 гривен килограмм. Странно. А мы в этот магазин пошли специально по маминому совету. Она сказала, что там шея по 180. Нифига, по 220. Даже дороже, чем мы берем. Кусочек 1,376 кг вышел на 302 гривны. Вот так вот. Странно, странно. А может, это какой-то другой магазин? Ладно, потом спрошу. Молоко. Мне нужно молоко для добавления в кофе. Посоветовали в магазине мужу вот такой. С молока наивысшего. Готунку, словьяночка, молоко ультрапастеризованное. Для идеальной пинки. Пинки. Ну, я пинку нарублю, ну, хай буду. Так. И вот такой медицинский клей я не спросила, к сожалению. И почем. Вот. Он как с кисточкой. Как лак. Очень удобно. Взял на мазюкл. Я сейчас сниму. Я пиптик пальца срезала. Поняли? Я сейчас сниму, подсушу. Потому что у меня кожа вся разбухла от влаги. Вода попадает. Ну, не буду сейчас снимать, вас пугать, показывать. Оно и так видно, да? Через эту самую. И намажут всем клеем. И все. И нормально. Периодически буду подмазывать. Тогда можно и посуду мыть. Ну, короче. И плюс оно как дезинфекция. Клей от царапин BF6. Для обработки микротравм, царапин, мелких порезов, ран, заусенец, ссадин. Вот. Вот такой вот. Так, все. Обедаем. Все, ребята, обедаем. Ой, просто борщик, вот яйца, лук, сало. Все. Холодец мы даже еще не пробовали. О, выдержка, да? Я еще вчера вечером разлила в холодильник, поставила. А мы его еще не пробовали. О, на ужин будет холодец. Я ничего не готовлю на ужин. Мы будем холодец и хлеб. Все. Так что ждем вечера, чтобы попробовать холодец. А обед вот такой. Вот я себе без майонеза, без сметаны, без ничего. А муж с майонезом. Все. Хлеб черный, хлеб белый. Все есть. А, еще у нас есть зелень. Блин, ну она вчерашняя. Я не знаю, сдохла она тут, не сдохла. Ну, вроде выглядит так, ничего. Ну, что-то, что-нибудь там съедим.